Друзья, вы на Ньюсейдере, я Александр Кушнарь. Сегодня, 19 февраля, Александр Сырский, главком ВСУ, объявил о том, что сбиты еще два передовых, так называемых, российских бомбардировщика Су-34 и Су-35. Ну, последний, точнее говоря, истребитель. Что происходит? Происходит рутинизация самолета ПАДА России. Такого никогда раньше не было. Три дня подряд. По два, по три самолета в день. Я напомню, три дня назад минус два Су-34, минус один Су-35. Накануне минус Су-34. Сегодня, опять же, уничтожение Су-34 и Су-35. Причем, что очень важно, сами российские источники признают потерю именно Су-35. Причем они признают уже вторую потерю Су-35 за эти три дня. Потери Су-34 они вроде как не признают. Но, между прочим, на днях появились и видеокадры падения одного из сбитых российских Су. Вот только не очень понятно, это Су-34 или все-таки Су-35. И как вот пишут у меня тролли тут вот периодически под видео, а вы покажите видео, а что ж не показывать? Да ладно, вот смотрите. Просто я знаю, что YouTube очень плохо относится к таким кадрам. Он блокирует такие видео, помечает их плюс 18 и просто не распространяет. Ну, черт с вами, тролли. Вот, держите, пожалуйста. Сбитая российская сушка с комментариями местных благодарных жителей. А вот и соответствующие скрины из российских телеграм-каналов, подтверждающих потерю сначала одного Су-35, а вот теперь другого. Правда, вот сегодня российские источники, признавшие потерю этого Су-35, снова настаивают, что, мол, это не украинское ПВО, а наше, родное, отечественное, российское. То есть понятно, почему они это делают. Им страшно не хочется признавать, что украинское ПВО превосходит российские самолеты. И куда менее позорно потерпеть поражение от собственной ПВО, нежели от украинской, то бишь западной. Очень не хочется признавать, что ПЭТРИО-то действительно крайне хороши в ликвидации так называемой передовой 4++++ российской авиации. Ну, это примерно как с той историей с уничтоженными, а также А-50, когда А-50 был сломан прямо в воздухе, а Ил-22 едва дотянул до аэродрома с погибшими, между прочим, там, некоторыми высокопоставленными офицерами. Но да, с подбитым хвостом он теперь будет украшать местные музейные поляны. Итак, только за последние три дня Россия потеряла авиационные техники. Давайте посчитаем, на какую сумму. Как минимум 2 Су-35. Около 300 миллионов долларов. Остальные, это получается Су-34. Умножаем 45 миллионов долларов на 4. Итого 180. Полмиллиарда долларов. Буквально за полнедели, даже меньше. Более того, интересно, где были сбиты вот эти два самолета? В официальном сообщении от Сырского не уточняется направление. Но дело в том, что ряд источников рассказывают о сбитии этих самолетов, а точнее о том, что они пропали со связи в районе Мариуполя. То есть, это уже юго-восток. Довольно интересная история. Да, понятно, что все это как бы один участок фронта. Ну, если говорить глобально, то есть восток. Но, тем не менее, согласитесь, что Мариуполь это совсем не то, что, скажем, условно говоря, Бахмут. Или, скажем, Авдеевка. Да, они как бы где-то в одном направлении, но все равно это разные участки. То есть, что-то у Украины появилось такое, по-моему, что раньше у них то ли не было, то ли они не так активно это использовали. Потому что все равно, как бы то ни было, но, очевидно, у них появились мобильные возможности. Возможности, или по-другому скажем, сразу на нескольких участках присутствовать в плане ПВО, вот этих дальнобойных ПВО, которые достают эти самолеты. Потому что иначе я просто не могу объяснить, как можно оказаться в один день тут, в другой день там, в третий день. Вообще совершенно в другом месте. То есть, это уже явно не какая-то блуждающая батарея Патриот, единственная, которую, скажем, украинцы могут более-менее свободно использовать. Это уже, видимо, какие-то принципиально новые возможности, возможности подскока. Потому что, еще раз, я поясню, у украинцев, официально это из открытых источников, три батареи Патриот. И все они, в общем-то, служат прикрытием городов. То есть, два в Киеве, один в Одессе. И там и там они прикрывают от баллистики в первую очередь. Если вы выводите хотя бы одну батарею оттуда, то в любом случае вы можете это сделать, ну, максимум на несколько часов. Потому что в любой момент может прилететь баллистикой вот те же кинжалы, или, скажем, Искандеры. И если вы пропускаете в этом случае удары по Мирняку, то это на самом деле очень и очень неприглядная картина. Такого, естественно, командование ВСУ ни в коем случае допустить не может. Даже если очень и очень хочется сбить еще несколько российских самолетов на Востоке. Не будут они так рисковать мирными жителями и репутацией системы ПВО над тем же Киевом. А эта репутация, надо сказать, за последний год такова. Сто процентов сбития всей баллистики практически. Следовательно, появился дополнительный ресурс. Либо это могут быть сразу несколько батарей, условно, Патриот или СМПТ, которые можно свободно размещать сразу на нескольких, соответственно, не то что участках, а направлениях. Либо у украинцев появилось вообще принципиально новое нечто. А что это может быть? Уж не F-16 ли? Эх, мечтать не вредно. По официальной информации, F-16 придут в Украину только в июнь. Но тем не менее. Иногда хочется сказать халва, потому что пусть даже халвы самой нету, но во рту станет сладко. Ну да ладно, это шутки. Но результат-то налицо. Что-то украинцы придумали такое, что Россия начала терять один за другим буквально каждый день свои самолеты, которые она не теряла еще несколько дней назад. Ну, посудите сами. Авдеевку россияне взяли исключительно благодаря тотальному воздушному превосходству на конкретном участке. Западу, в кавычках, спасибо, которое оставило Украину без авиации и без бомб в нужный момент. Ну и, соответственно, не получилось остановить российскую авиацию под Авдеевкой. Да, собственно, не только в Авдеевке дело. Авиация России везде мучает украинских воинов. От севера до юга. И вот она регулярно работала. И вот никто не знал, что с этим делать. В редких случаях, да, удавалось отпугнуть. Ну вот на юге отпугнули Патриота. Но это был единичный случай. То есть буквально пару раз в год удается подвезти Патриот или, условно говоря, СМТ куда-нибудь в район Запорожья оттуда, отстреляться в течение пяти минут по условному там левобережью. Упадет там какой-нибудь Су-34 или сразу несколько таких сушек. Они на какое-то время забывают про то, чтобы бомбить плацдарм ВСУ под теми же крынками. Но потом все это возобновляется, потому что, к сожалению, русские, конечно, пугливые, но не настолько. Они в какой-то момент приходят к выводу, что можно рискнуть и возвращаться на тот или иной театр боевых действий своими военно-воздушными террористическими силами. Но вот тут украинцы, похоже, решили серьезно наказать россиян. Это первая версия. То есть украинцы решили рискнуть и оттянуть вот эту систему Патриот, условно, которую можно оттянуть, и показать, что у них есть нечто такое, что теперь может сбивать системно, где бы российские самолеты не появились. А на самом деле у украинцев нету в реальности ничего нового. То есть пугают. Но это тоже нормально. Это, собственно, теория Суньцзы. Если вы слабы, покажите, что вы сильны. Но, может быть, и второй вариант. Может быть, на самом деле у украинцев появилось нечто такое, что пришел конец доминированию российской авиации в небе на фронтах. И эти изменения произошли вот буквально в последние несколько дней, в последнюю неделю. Конечно, теоретически мы можем рассуждать здесь и о том, что поступили новые Патриоты из Амптеи, что поступила какая-то западная авиация, не обязательно F-16, или, например, те же Гриппены могут быть, те же условные французские миражи и так далее. Но мне тут могут возразить, что далеко, наверное, не все из перечисленных самолетов могут работать со всей номенклатурой НАТО. Ну, в частности, не со всеми ракетами класса «Воздух-воздух», дальность которых превышает 100 километров. Я здесь не буду спорить, я просто сейчас гадаю. Но давайте зафиксируем факт, что, кажется, легкая прогулка для российской авиации действительно по-настоящему прекратилась. Это не единичный случай. Похоже, это теперь система. Это регулярность. Если действительно украинцам удалось сразу на нескольких направлениях пресечь работу вражеской российской авиации, то это означает, что украинцам теперь будет как минимум намного легче держать оборону. Потому что, обратите внимание еще раз, тут проблема не только в том, что Соединенные Штаты предали Украину и оставили ее без снарядов в самый критический час, практически вставив нож в спину украинца, который, собственно, и воюет под определенные, пусть негласные, но гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Здесь дело еще и в том, что у врага, просто еще раз подчеркиваю, бесконечное преимущество в авиации. У украинцев, в принципе, своей собственной отечественной авиации нету. Нету ракет-класса «Воздух-воздух», которые бьют на такое расстояние, нету радаров, которые бы видели вражескую авиацию на расстоянии более чем несколько десятков километров. То есть, вражеская авиация – это одна из главных составляющих успехов россиян вот в последние месяцы в рамках их, в общем, довольно бессмысленных штурмов, но, тем не менее, в которых гибнут украинские воины в немалом количестве, и что-то с этим нужно, конечно, делать. Что касается снарядов, то, говорят, вроде как чешские власти где-то отыскали как минимум 800 тысяч таких снарядов для украинских воинов, 500 тысяч – это для калибра 155, и около 300 тысяч – для калибра 122. Ну, не знаю, действительно ли удалось. Должно пройти какое-то время, видимо. Нужны какие-то действия со стороны Европы, чтобы как-то закупить эти снаряды. Вроде нашли их у каких-то третьих стран, называть какие не хотят, потому что эти страны не хотели бы, чтобы их как-то вот обнародовали. Ну, это, скорее всего, Южная Корея, или, вероятно, ЮАР, или, может быть, Япония. В любом случае, эти страны очень не желали бы, чтобы официально кто-то заподозрил их в том, что они выходят за рамки своих как бы юридически, на законодательном, буквально на конституционном уровне принятых режимов, не распространения своих вооружений, вот в частности, снарядов, за пределы страны в те зоны, где ведутся боевые действия. То есть, если это будет сделано, то, скорее всего, это будет через какие-то трети страны. Но не важно. То есть, этот вопрос как-то тоже будет купирован. Но вот мы видим, что параллельно, то ли благодаря тактическому и стратегическому искусству Украины, то ли благодаря тому, что партнеры что-то поставляют в ВСУ, не то, что неофициально, а без публикации, что называется, для СМИ, то ли оба этих фактора. То есть, это и абсолютно какая-то новая схема работы с инструментами, это и новые дополнительные инструменты, которые получили украинцы. Короче говоря, вот это хорошие новости, действительно хорошие, которые могут немножко поправить моральный дух, подупавший явно у самих украинских военных, у аудитории, собственно, западной, да, которая смотрит на все происходящее. Это еще один эпизод, который, на самом деле, должен всем напоминать о том, что украинцы действительно мастера своего дела. Это действительно лучшая армия мира. Если бы у нее сейчас было бы все, действительно все, что есть у НАТО, если бы НАТО не трусило и дало бы украинцам, наконец, по-настоящему бить русских, то есть, передали бы самолеты пятого поколения, передали бы ракеты дальнего радиуса действия и так далее, и так далее, да сломали бы уже украинцы давным-давно Россию. Украинцы единственная армия, которая реально может сейчас биться вот с этой вот омерзительной саранчой. А НАТОвцы смотрят на это все и, простите меня, ковыряют в одном месте. Да вы посмотрите, как в ВСУ в неравном бою имеем ресурсов один к пяти, один к семи, один к десяти и человеческих, военно-технических. Посмотрите, как они крушат Россию, которая имеет просто колоссальную мощь, при поддержке тех же террористов из КНР, из КНДР, из Ирана. Посмотрите, посмотрите, как эта страна, которая сейчас уже по населению в четыре, в пять раз меньше, чем Россия, с учетом того, сколько людей оттуда выехало. Посмотрите, как она бесстрашно рвет русских. Рвет, причем, в самых стратегически значимых сферах. Рвет их крылья, в буквальном смысле. Рвет крылья державы, у которой в совокупности что-то около полутора тысяч боеспособных самолетов. Посмотрите, натовцы, пока вы рассказываете сказки, как тяжело воевать с Россией, как тяжело сделать хотя бы один миллион снарядов для ВСУ, и как у вас угроза рецессии. Посмотрите, как украинцы уничтожают Россию, ее ключевые части военной машины, которая на вас, европейцы. На вас, на нас, то есть. Потому что я тоже здесь. Может напасть в случае, если Украина устанет, а она реально уже устала. Два года войны и с ножами в спине от главных партнеров. Вот что получается. Так что слава ВСУ. И хватит уже, простите меня, сидеть в луже, которую сами же и сделали. Вставайте и помогайте украинцам. Переводите свои экономики на военные рельсы. И дайте им больше снарядов для тех же ПВО Патриот. Потому что, простите меня, но если у вас нету снарядов для Патриотов, то русскую авиацию, в частности, невозможно будет остановить. Она воспользуется этим. И будет много таких Авдеевок. Спасибо, друзья, за то, что остаетесь с Ньюсейдер. Напоминаю, у нас появился партнерский англоязычный проект. Канал Plants and Strategies. Новый канал, который рассказывает о битве демократии против автократии. Можете подписаться, поставить лайки, комментировать. Все приветствуется. Низкий поклон, кто это сделает. Можно поддержать и наш канал, Ньюсейдер. Опять же, через ресурсы, ссылки на которые я привожу в описании к этому видео. PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, новый банковский счет с соответствующими реквизитами. А также суперспасибо от YouTube в виде кнопочки под каждым нашим видео. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok